Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас новый влог, давненько не снимала. Сегодня решила снять. Вчера я делала прикорневой объем с помощью гофре. Получилась какая-то фигня. Здесь, знаете, какой-то четырехугольник. Точно похоже на жену Гомеры Синксона. В общем, очень неудачно получилось, хотя пыталась просто добавить объема. Сейчас я буду краситься, хочу сделать какой-то яркий макияж. Ну, в общем, такой же, как всегда. Мне в комментариях очень часто пишут, что ты делаешь однотипные макияжи. Просто я нашла свое и крашусь косметикой, которую я хочу закончить. Краситься я буду прямо здесь в постели. Я люблю это делать и смотреть какие-то интересные видео. Нашла одну передачу, очень интересную. Сейчас как раз посмотрю выпуск. Макияж готов. Мне кажется, лицо так выглядит намного свежее. Как вам? Пишите в комментариях. Правда, стрелки опять получились какие-то разные. Почему так происходит, я не знаю. Но делаю как могу. Вот что поделать. Как могу, так и рисую. Кто такой хулиган? Знаете, что он делает? Вот этот вот, на первый взгляд, милый, милый хулиган. Все в волосах. Это во-первых. Это во-первых. Во-вторых, он встает утром рано, пораньше. Начинает мяукать, что выпусти меня, выпусти на балкон. Хочу писать, потом жрать, потом пить. Мне приходится вставать. Представляете? Вставать утром. Из-за него. Шлядыш, мамина, тебе сегодня надо пойти купить сумочку, чтобы тебя перевозить туда-сюда, делать тебе прививочку. А то ветеринар звонил и сказал, ну когда вы придете, я соскучился. Мама, значит, здесь приготовила мне чиз-быс. Выглядит очень аппетитно. Сейчас буду снимать для вас мук-банг. Уже пару штук попробовала. Мам, очень вкусно. Прям идеально. Рецепт будет в ближайшее время на маминым кулинарном канале. Мам, Твикс начал искать себе девушку. Солестна? Да. Он пытается выйти в подъезд. Он мяукает, он всячески намекает. Он смотрит в окно и никого не может найти. И думает, блин, зачем меня вообще приволокли сюда? На улице бы я нашел себе классную чувику. Что за люди, а? Короче, недоволен. Это все будет на этом? На чем? На видео. Да. Серьезно? Да, а что? Ты против, чтобы Твикс искал себе вторую половинку? Я вам говорила, что он веган. Он реально веган. Там мясо жарится, ему плевать. Ему бы зелень поесть. Ему бы сладкий. Украл, убежал. Такая вот вкуснотища. Иду в бабушкину комнату. Ее, кстати, нету. Она гостит у моей тети. Короче, я смонтировала видео. Сняла тикток на лезгинском языке, представляете? Если вы не знаете, как это под лезгинскую песню, точнее. Вот, и вроде как набирает хорошие просмотры. Но вид у меня, конечно, усталый. Я, вы знаете, уже давным-давно ничего себе не покупала. А так дела не пойдут. Очень много всего из косметики мне нужно купить. И также у моей подруги скоро день рождения. И мне надо ей что-то купить. Изначально я хотела купить что-то золотое. Но потом, когда я была у них в гостях, я заметила, что у нее очень мало косметики. И она вроде как не особо часто ее покупает. Я решила сделать такой презент из всех моих любимых товаров. Там одну палетку от NYX купить. Ну, в общем, много чего, что мне нравится. Пока что не буду говорить, как зовут подругу. Узнаете чуть позже. Или, возможно, я не буду снимать. Она вроде как отмечать не собирается. В общем, это будет под секретом. Сейчас уже потихоньку переоденусь. Погода обалденная. Просто хочу походить, сделать несколько кругов вокруг дома. Потому что как бабулька сижу постоянно дома. Даже бабушка больше меня гуляет. Бабушка вчера уехала к тете, а я сижу целыми днями дома. Поэтому беру вас с собой и пойдемте по магазинам. Я бы пошла и в домашнем костюмчике. Но в последнее время очень часто встречаю своих подписчиков. Поэтому нужно что-то одеть. Более-менее такое презентабельное. Давайте вот эти штанишки. Или можно джинсы. Погода просто супер. Одеть можно все, что угодно. Вчера, кстати, такие новые носочки купила. Очень мимишные по мне. С кроссовками самое то. Купила их за 2 моната. Это 90 рублей. Ну, почти 90. Сейчас их надену. Кстати, недавно в тиктоке увидел лайфхак. Оказывается, носочки не нужно отрывать. А здесь есть такая ниточка. Вы просто тянете за эту ниточку. Просто тянете. Ау. Короче, наврали. Нифига не работает этот лайфхак, чертов. О, здесь уже дырка. А ты тоже чувствуешь себя богиней в новых носках? Особенно в таких мимимишных. Вы знаете, что я очень люблю макияж и все, что связано с этими всеми делами. Увидела эти кисти. Они мне безумно понравились. Но они идут в комплекте с косметичкой, которая мне вообще не понравилась. А за косметичку тоже нужно было бы платить. Есть вот такие интересные косметички разных цветов. Вот я думаю, что же жали подарить. Может что-то собрать из косметики или взять что-то из одежды. Очень понравился этот костюмчик. Но, к сожалению, здесь швы не очень ровные. И, следовательно, вещь стоит значительно дешевле, так скажем. Понравился этот костюм. Здесь швы все хорошо простроченные. Но здесь только пиджак. Нету низа. Также около нас открыли такой интересный магазин с всякой посудой. Очень интересные, необычные вещи. Я специально поснимала для мамочки. Потому что моя мама кулинарный канал. Показать ей. Естественно, жаль ей я покупать посуду не собираюсь. Потому что я знаю, что мы с ней одинаковые. Я особо не любитель таких вещей. Причем здесь все стоит очень-очень дорого. Поштучно все продается. Интересные вещи, конечно. Но они такие, знаете, больше какие-то игрушечные. Посмотрите вот на эту капустку. Вообще нереально по мне. Очень интересно. Но на любителя. Например, мне очень понравились вот эти тарелки. Каждая из них стоит по 35 монат. Одна штука. То есть это очень-очень дорого. Сегодня уже следующий день. Вчера я доснимать видео не стала. Походила по магазинам. Сначала думала купить косметику. Потом прошлась по магазинам одежды. Так я ничего и не выбрала. Мыли кое-какие варианты, которые мне понравились. Но я пришла домой. Кому посоветовалась с мамой. Мама говорит, что одежду покупать ни в коем случае нельзя. Потому что у нас разные вкусы, разные фигуры. Ей может не подойти. Лучше купить косметику. И сегодня мы целый день с мамой спорим на этот счет. Мама говорит, что лучше купить косметику или какой-то парфюм. А я знаю, что же Алину не особо прям так фанатеет по косметике, как я, например. И то я тоже в последнее время уже задолбалась. У меня столько косметики. Нахрена? Нахрена столько? Я решила позвонить и спросить у подруги напрямую, что бы она хотела. У меня сначала была идея купить что-то из золота, либо купить косметику, либо купить одежду. Короче, было три варианта. Я ей сказала, что ты хочешь, косметику или одежду. И она сказала, что она косметику не очень любит. И поэтому мы с вами пойдем и купим ей одежду, как я и хотела. У нас с ней одинаковый вкус. Вот часто она мне в WhatsApp кидает какие-то луки. Говорит, например, посмотри, Айка, какая классная футболка или какое классное платье. И мне тоже это безумно нравится. У нас просто одинаковый вкус. Я думаю, что верхние части мы с ней одинаковые. Попа, конечно, уже намного-много лучше. Но я думаю, купить в магазине и чек тоже прикрепить. То есть, если ей не подойдет, она может пойти и поменять. Вот. Так что сегодня я направляюсь в магазин покупать классные вещи. Возможно, себе тоже что-то куплю. Потому что на улице весна. А весной хочется покупать что-то новое. Как-то меняться. Не знаю. Вот меняться и сделала себе такой макияж. Мне нравится. Но почему-то на видео, вот я макбанг сейчас сняла, такое ощущение, что вообще растушевка ноль. Как будто я ничего не растушевала. А вот вблизи, видите, как красиво получилось. И знаете почему? У меня есть тени, которые я должна добить палетку. И там есть вот такой оттенок, который я никогда не использую. И теперь решила им делать макияж, чтобы закончить эту палетку. Первым делом заглянула в Нью-Йоркер. Здесь единственное, что мне понравилось, это вот этот вот лук. А так в основном все из зимней коллекции. Поэтому пошла по другим магазинам. Понравилась такая маечка с розой. Но, к сожалению, мои руки кажутся здесь, как у бодибилдера. Еще плюс немножко просвечивает. Понравилась эта джинсовая юбочка. Но ее я увидела, когда уже выходила из примерочной. Обратно возвращаться было неохота. Поэтому мерить ее даже не стала. А это все новая коллекция. Этот морковный цвет просто покорил меня. Поэтому я все это взяла с собой в примерочную. Также взяла вот эти вот джинсы двух даже размеров. А это я. Сейчас будем мерить. Вот такой вот у меня сегодня лук. Настроение обалденное. Посмотрим, как это все сядет. Что касается маечки, она супер огромная просто. Поэтому мне она не понравилась. Хотя на видео кажется более-менее. На самом деле нет. Вы сейчас подумали, скорее всего, что брюки я не переодела. А нет, переодела. Это другие брюки, которые я хочу купить в Жоли. Надеюсь, что ей понравится. Так как мои ей очень-очень понравились. Когда я купила, она у меня спрашивала, где же я их взяла. Надеюсь, что размер ей тоже подойдет. Потому что у нас плюс-минус почти один размер. Давненько хочу себе вот такой классический пиджак. Вот не знаю, брать, не брать. Вроде мне нравится. Но с чем я это буду сочетать, даже не знаю. Качество пиджака обалденное. Стоил он 45 или 40... Нет, 49 монат он стоил. Мне кажется, смотрится классно. Был еще с другими пуговицами. Брюки вот эти оказались мне большие. Причем изрядно большие. Размер я взяла сначала 29. Сейчас буду мерить 26. 26 мне будет как раз, я думаю. И верх вот такой вот интересный. Это как раз та же маечка, которую я вам показывала на витрине. Оранжевый цвет. Клету самое. То можно носить без бюстгальтера. Это огромный плюс. Это однозначно я ее беру. Мне она очень нравится. А брюки уже на мне моего размера. 26. Хорошо бы было взять еще одни такие. Тоже 26 для подруги моей. Было бы круто. Дальше вот такие вот брюки. Они есть и в оранжевой расцветке. Но если честно, мне не нравится, как они сели на мне. В области паха немножко топорщится. Как-то не очень. Так, я уже дома, мои хорошие. Получился огромный просто пакетик. Пакетик из магазина Марков. Здесь очень много вещей. Большинство это подарок моей подруги. Только две пары джинсов для меня. И все остальное для нее. Сейчас покажу вам, что же я купила. Я реально покупала так, будто покупаю себе. Вот что мне нравится для себя. Чтобы я взяла себе, то я и купила для подруги. Вот такие вот джинсы. Оверсайз. Я это сейчас надену. Хотя я в магазине надевала. Но покажу вам еще раз. Я, в общем, купила две пары таких джинсов. Одни для себя. А вторые для подруги. Вот, две пары здесь у нас. Итак, первое, что я купила. Вот такие вот штаны, которые я вам показывала еще в примерочной. Купила две пары. Одни для себя, другие для любимой подружки. Будем ходить в одинаковых. Причем размер тоже взяла один и тот же. Правда, у подруги попа побольше моей будет. Но все равно я думаю, что ей тоже подойдет. Снизу они немножко приужины, свободные. Очень нравятся. Маме показал, мама тоже в восторге. Следующая вещица, купленная специально для вот этих вот брюк. Купила себе вот с такими вот дырочками. Это боти, мне кажется, смотрится просто пушка. Я в восторге. Хотела подруге купить такую же, но, к сожалению, не было. Было только в белой расцветке, а белое просвечивало белье. Это выглядело просто ужасно. Но для подруги я придумала кое-какой другой лук. Прям летний, потому что это особо долго не наденешь. У нас быстро начинается жара в лаку. Поэтому это прям сейчас вот надевать. Я прям в восторге. Кинула парню. Ему тоже очень понравилось. Он говорит, прям секси. Следующий наряд уже для моей подруги. Это вот такие вот шорты на лето из новой коллекции. Они не очень короткие. Сейчас как раз в тренде. Подобная длина. И сверху вот такая вот, как сказать, маечка или блузочка. Не знаю, как правильно назвать это. Можно носить без бюстгальтера. Ничего не видно, ничего не просвечивается. Ткань такая плотная, как будто вязаная, но в ней совершенно не жарко. Подчеркивает фигуру. По мне просто обалденно. Как вам? Пишите в комментариях. Этот лук для подруги. Сейчас маме тоже покажу. Шорты мне тоже понравились. Хотела себе тоже взять. Но, к сожалению, в магазинах каждой модельки по одной штуке. То есть, например, этот размер, он единственный. Почему так делают? Я не знаю. Ехать в другой филиал было неохота. Следующий презент для подруги. Это точь-в-точь такие же брюки, как у меня. Я сегодня в них была. Это не те брюки, что на мне. Вот доказательства у меня такие же. Я помню, когда я купила свои, подруге очень понравилось. Я решила, что ей тоже... Твикс, успокойся. Ей тоже возьму точь-в-точь такие же. По мне, они сейчас очень модные, очень классно смотрятся. Даже, вы знаете, я зашла в один магазин, и там продавщица сказала одной из консультанток, когда я уже выходила, она говорит, вот такие вот штаны я хочу. Я это услышала сзади себя. Это впервые. Кто-то хочет что-то, как у меня. Представляете? Следующий вариант уже для себя любимый. Еще одни джинсы. Мама говорит, зачем надо было брать столько джинсов. Я реально не знаю. Мне просто понравились модельки, и я решила брать. Можно было, конечно, взять платье, какие-то футболки или еще что-то. Но мне захотелось джинсы. У меня потому что дома все скини, а вот таких свободных у меня почти нет. Эти суперудобные, классные. Длина мне подходит. Длина, кстати, всегда мне подходит. Мне не приходится ничего отрезать. Слава богу. Не идти к швее. А то у меня подруга в универе вечно. Вечно я приходилась длину поправлять и на это тоже тратить деньги. Хорошо, что я стандарт. В общем, вот такой вот у меня как улов, так скажем. Таких джинсов две пары. Это мне. И одни, кстати, на мне еще вот эти джинсы, которые я вам показала. Боди, две пары джинсов мне. Две пары джинсов, шорты и вот такая вот маечка. Жали. Надеюсь, что ей понравится и сядет прям чики-пики. Пока я тут шопилась, показывала вам то, что я купила. Мама-мастерица приготовила вот такой вот крем-суп из брокколи. Он очень-очень полезный. Я уже попробовала и очень вкусный. И чем-то напоминает грибной крем-суп. Мамочка, ты молодец. Скоро будет рецепт. Обязательно заглядывайте, порадуйте мою мамочку. Я сейчас попробую. Маме, как тебе мои обновочки? Отлично. Супер. Маме все понравилось в этот раз. Очень странно. Образ очень хорошие покупки у тебя. Очень вкусно, мама. Супчик очень вкусный. Завтра обязательно надо снимать мукбанг с ним. Мама как раз кастрюлю наготовила. Испачкала. Так неудобно в маске. Ужас. Уже потихоньку погода теплая. Да, раньше тоже вот это не так вкусно было. А сейчас вообще... Зимой как бы хорошо. Как тепло было. Да, когда тепло вообще невозможно. А сейчас вот прям душно. Дышать есть лучше.